Может ли современное искусство быть инфантильным? И почему некоторые художники рисуют одинаковых детей или, например, собак? Сегодня мы говорим о японском авторе Йесио Тонара. Он стал классиком современного искусства, рисуя на первый взгляд одинаковых милых девочек. Сейчас картины и скульптуры Йесио Тонара хранятся в разных коллекциях в музеях современного искусства по всему миру. В Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Чикаго, Токио. Свою известность он приобрел в 90-е годы. Его персональные выставки с успехом проходили в Европе и США. Тогда он был одним из самых популярных японских авторов. Наряду с Мори Морико и Такаси Мураками. О нем мы уже говорили в нашем выпуске. Кстати, работы Йеси Тома хорошо вписываются в стиль Мураками Суперфлет. Это особый визуальный язык, яркие цвета, традиционные узоры, приемы и японские мультяшные мотивы помогают отразить мелочность потребительской культуры страны. Карьера Йеси Тома началась поздно, в 90-м году, когда ему уже было за 30. От первых выставок впечатление публики было неоднозначным. Многие сомневались, а точно ли это художник или просто странный иллюстратор. Первый большой прорыв Йеси Тома Нара произошел в конце 90-х годов, когда он создал несколько обложек для японской панк-группы The Star Club, поп-группы Shove and Knife, а также обложку для книги Банана Ишимота. Благодаря этим проектам он стал известен более широкой аудитории. Одна из самых популярных скульптур Йеси Тома – это белое привидение. В 2010 году она выставляла в течение нескольких месяцев на парк-авеню в Нью-Йорке, а в 2011 году переехала в штат Айова. Картины Йеси Тома Нары просты визуально, но не так просты для понимания. Ребенок на его работах обычно представляет собой маленького дьявола с большими глазами в стиле аниме. В них зритель читает горечь обиды, гнев, желание отомстить. Иногда ребенок держит в руке колющий и лерящий предмет, что добавляет образу драматизма. Сейчас с его холстов исчезли ножи, бензопилы, пистолеты и дубинки, как в 90-е годы. Но общий эффект остался. Это парадоксальное сочетание безмятежной атмосферы и упугающей неизвестности. И все это окутано очаровательной визуальной аурой. С 2000 года произведения усложняются психологически, а герои становятся более похожими на людей. По сравнению с работами начала 90-х девочки Нары изменились. Их головы стали меньше, черты лица более мягкими, а пропорции их тел приблизились к пропорциям реального ребенка. У Иси Тома есть и такие спокойные, милые работы. Художник выпускает тарелки с изображением своих маленьких героев. Однако они ведут себя совсем не по-детски. Еще Иси Тома создал скульптуру «Фонтан жизни». В чашу помещена голове персонажей художника. Многие ошибочно полагают, что на формированные стили Иси Тома повлияли японские комиксы, манго. Но сам автор признается, что большой отпечаток на его творчестве оставили гравюру эпохи Эдда, а также традиционные театральные японские маски. Ну и западная иллюстрация. Я не нахожусь под влиянием манги, но если и есть образы, которые повлияли на меня, то это иллюстрации в детских книгах Ганса Христиана Андерсона и братьев Гримм. Еще один часто встречающийся у Иси Тома образ – это собака. У него есть целая серия работ с этим животным. Одна из самых популярных – это Аомари Кен, расположенный в Музее изобразительных искусств в городе Аомари в Японии. У всех собак Иси Тома опущены уши, и считается, что это символ печального детства художника. У художника есть определенный имидж в глазах публики. Нара – бесконечный мечтатель. Выставки не обходятся без музыки, вдохновляющих предметов, а иногда даже стихов. Часто художник собирает несколько своих экспонатов в отдельных пространствах небольших комнат или домиков в инсталляциях. Это поддерживает его образ увлеченного творца, романтика, хипстера и потерянного одинокого панк-рокера. Сам Иси Тома Нара никогда не строит теории вокруг своих работ. Ему это неинтересно. Намного больше он любит погружаться в сам процесс творчества, полные чувства и эмоции. Какое-то время назад художник столкнулся с проблемой плагиата. На аукционах в Азии часто подделывают его работы. На сайте даже висит предупреждение – перед покупкой произведения стоит свериться с официальным каталогом. Нара часто спорил со своим агентом по поводу стратегии продаж. Был даже случай, когда выставка Еси Тома в Сеуле оказалась настолько популярной, что художник оставил все экспонаты в музее в качестве подарка. Агенту это, конечно, не понравилось. Еси Тома Нара – это живой классик и ведущий деятель современного искусства сегодня. Его стиль – японский неопоп-арт. Некоторые критики связывают его творчество с социальным фоном Японии. Дети – как отражение атаку культуры. Культуры, связанные с потребительством, концентрации на собственных интересах и абстрагенированию от реальной жизни. Лично мне хочется сказать, что Еси Тома – это очень добрый и немеркантильный автор. Он показывает своим зрителям мир беспечности и тем самым очень помогает современному искусству. А теперь предлагаю вам угадать, какая из этих работ принадлежит Еси Тома Нара. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова